всем привет сегодня с вами здесь я катя мирошниченко и я обещала прошлый раз что сделаю дизайн из каталога рептилия хотя есть описание какие материалы были использованы но остались вопросы это весенне-летний каталог кто еще не купил этот дайджест обязательно купить офигенный очень много красивых классных идей и не только для текущего сезона вы же знаете всегда все варианты дайджестов они актуальны будет еще не один сезон как обычно итак сегодня рептилия и рептилия я показала в инстаграм при помощи хили нет при помощи текстур пей но оказалось ее нет уже в наличии она распродана хотя возможно у кого-нибудь у дистрибьюторов на остатках есть сейчас покажу на видео вот поэтому я нашла хили гель paint white вот я думаю что он еще есть в наличии на остатках и здесь интересно это рептилия тем то что делается фактура сначала и за счет вот этой фактуры получается очень необычные вроде казалось бы стемпинг импаста все то же самое смотрится как-то необычно и даже фотография при печати передает вот этот красивый какой-то интересный эффект поэтому сегодня с вами пытаемся повторить то что видно вот здесь в каталоге вот они эти ногти не один раз уже не задавали вопрос прямом эфире как сделать эту рептилию хотя видите материалы здесь описаны да кстати у меня новый маникюр обратите внимание в русском стиле кто был на прошлой неделе пятницу был прямой эфир я презентовала новые слайдеры и как только я закончила вести с вами прямой эфир тоже сделала себе новый маникюр не удержалась и как я обещала сделала черные ногти вот считаю что эти слайдеры офигенно смотрятся в том числе на черном смотрите даже черные элементы хорошо прочитываются за счет белой подложки видите все круто читается вот и мне кажется этот именно русский лубочный вариант дизайна офигенно не только на белом но и на черном и вполне себе для лета почему бы и нет так нас ждет рептилия и так что нам пригодится сегодня два оттенка витражных красок гель лаковых помните они есть во флаконах у кого-то в баночках черная м-паста стемпинг здесь если мы хотим сделать эффект полупрозрачный делается не лакомо именно берется окраска гелевая понятно что штампик сама рептилия и нам нужна фактура можно брать либо текстур пейнт white если у вас есть вот но я сегодня зашла на шоп и ее нет уже в наличии осталось только черная к сожалению вот в наличии уже ее нет поэтому предлагаю хили гель пейнт взять white она более крупно текстурная и вы знаете мне кажется вот ею даже будет прикольней сейчас сначала расстроилась что вот этого материала уже нет наличии мы повторять его не будем я говорила что такие специфические продукты они только для разового выпуска все кому нужно скупили все и пользуйтесь повторять мы эти продукты в ассортименте не будем и вот такая текстурная краска поэтому если есть возможность вы еще не купили купите хотя бы хили эта краска без липкости чем прикол то что обе краски они без липкости и в этом кайф очень большой значит чтобы сэкономить время и толщину предлагаю сразу начинать с покрытия я не делаю никакое цветное покрытие гель лаком никаким я сразу беру эту текстурную пасту и как получится сразу наношу смотрите этот этот продукт без липкого слоя покрытие топом не нужно смотрите не нужно без липкости этот этот продукт без липкости но сейчас нам этот продукт нужен не потому что кисточка грязная конечно неважно мне нужно от этих продуктов фактура поэтому я вот так тоненько распределяю такими причмокивающими прихлопывающими движениями видно вот так вот прям похлопываем на хлопали так проверяем чтоб не было лишней толщины и слушаем я буду делать два варианта я хочу 2 цветовые гаммы показать одну спокойную гамму одну как в каталоге так то пропустил начало эфира у нас сегодня рептилия которую я делаю прямо из каталога такими движениями я наношу видите хили он прям текстура такой пескообразный материал прям напоминает штукатурку цемент белый можно в принципе знаете тонко было белый гель-лак нанести прям подмазать как подмалевок под текстуру ну я думаю что вот и не надо так промазали похлопали пошлёпали прям чтоб текстурка такая у нас осталось но в любом случае здесь чем хорош вот эфире тем что он так текстурный напомню он без липкости ну это так чтобы вы знали что он без липкости пожалуйста делайте без текстурной краски ну представьте что просто вы берете белый гель-лак делайте белый белым гель-лаком здесь просто красота вот в этой фактуре вы видите там такая прикольная интересная фактура получается не знаю видно это не видно понятно что печать каталога она чуть-чуть утрирует это вот но получается очень красивый эффект вот с этим эффектом по-другому смотрится так витражными красками я работаю гель-лаковыми это голубое озеро и коричневый гранит один вариант я сделаю чисто гранитом а второй вариант озеро плюс гранит это такой коричневый витраж и вот такой бирюзовый не хотите делать с фактурой не делайте смотрите здесь же вопрос стояла в том что просили показать как каталоге первый вариант простой смотрите наносите вот здесь вот холочку делаем такая холка центр спинка прям вот по сухому нанесли чуть-чуть кисть помыли вот так вот по мокрому втерли кстати если видите что что-то торчит можно взять шлифовщик например и перед этим пройти шлифовщиком материал без липкости и очень хорошо какие-то неровности убираются все слушаем вот эти липкости нет вот она абсолютно все без липкости поэтому если где-то переживаете что что торчит ну возьмите вот так вот на всякий случай пару движений вы таких сделаете а этот вариант делаем с вами виде градиента тоже я здесь этого гель-лака витражного беру вот прям очень номинально вы видите прям полусухая кисть вот так даже прохожусь пальчиком смотрите специально убираю видите как чуть подтираю видно дайте как красиво получается сушу оля посмотри пожалуйста хили гель-пейнт на эми шоп сейчас я еще знаете на всякий случай себя проверю так подсушили это вот этот небольшая липкость есть не будет мешать так и здесь прям вот как в каталоге делаем переход от бирюзового бежевого оля смотришь юль ты как найдешь прям ссылочку покажи мне это на телефоне тоже смотрите прям вот так вот по сухому он здесь перемешивается появляется красивый такой зеленоватый цвет смотрите как красиво это толщины здесь практически никакой нету толщины все сушим поэтому достаточно тонкий дизайн будет я делала без текстурной краски тоже красиво получается согласно я уверена что и без текстурной краски конечно же это будет очень красивый дизайн вот но с текстурной план вот здесь например была очень мелкая текстура ведь она там внутри виднеется такие или ели ели вот ну вот если по живьем увидели вы поняли бы как это красиво когда мы там внутри читается эта текстура вот сейчас эта текстура будет сильнее читаться и теперь переходим к самому стемпингу я специально беру м-пасту потому что м-паста она дает стемпинг полупрозрачный цвет краска гелевая никогда не будет так плотно лежать как например мы возьмем черный лак для стемпинга и здесь как раз прикольно то что вот как раз я взяла не краску лаковую а я взяла краску гелевую и она даст такую воздушные слегка размазанный эффект полупрозрачный вот смотрите она в наличии есть получается текстур paint white в наличии на сайте нету а вот хили которым я сейчас работаю крупнозернистые есть наличие поэтому вот кто еще не купил купите обязательно потому что это прикольные такие материалы пусть вы ими не будете сильно часто пользоваться но вот для каких-то эффектов очень даже пригодится то что вот я насчет текстур white сразу говорила что если любите что-то необычное покупать потому что некоторого час мне иногда пишут типа купить я говорю надо было покупать сразу я предупреждала это разовые продукты я выпускала просто для мастеров кто дизайном занимается поддерживать в ассортименте продукты такие нет смысла сейчас так напоминаю когда гелевая окраска то слепок мы снимаем видите только перпендикулярно и отпечатываем и тоже только перпендикулярно мыть не надо вы просто кладете вот сейчас штампик лампу сейчас мы снимем вы эту часть все и можно дальше работать еще раз смотрите как быстро делается дизайн вы обратили внимание сегодня такой очень быстрый эфир будет короткий поэтому специально думаю две типсы покажу вам потому что он правда очень быстрый снова только перпендикулярно никаких перекатывающих движений отпечатываем тоже так же только перпендикулярно и вам все теперь остатки также краски гелевые лучше просто сполимеризовать эти у нас уже один готов и смотрите когда мы сейчас перекроем финишем потому что вот эти все украшалки золотые я буду делать уже сверху финиша и один вариант оставлю глянцевым один матовым и смотрите когда мы перекрываем зелененький давайте сделаем матовым будет красиво бежевый сделаем глянцевый если глянцевый и будет литье то лучше конечно prime брать либо берите теклас но тогда шлифуйте теклас для отпечатывания фольги конечно вот эта текстурность и и вот через камеру сложно передать живьем это смотрится еще круче и интереснее так как кстати пластина где это рептилия находится сейчас я покажу это пластина принты вот она принты его здесь вот как раз правом верхнем углу рядом с колготками рванами есть рептилия если сделать за месяц бархатного песка им пасты белой фактурной получится хоров похоже да я думаю получится может быть чуть крупнее вот грубее будет и нужно добавить какой-то гель моделирующий тогда вы просто если добавить его им пасту это же краска она очень плотная может там не просохнуть будет распределяться например плохо вот меня сейчас в instagram тоже спрашивали я говорила что попробуйте сделать с бархатным песком я не пробовала теоретически будет что-то похожее возможно только бархатный песок будет еще крупнее смотрите какой красивый эффект получился красиво ну вот он такой необычный вот особенно на матовом это хорошо видно на глянцевом кстати это так не читается а где ваш каталог можно купить какой каталог вот дизайнов каталог дизайнов можно в электронном виде и в любом виде купить на и мешок точка ру здесь очень много дизайнов мы такие каталоги выпускаем перед каждым сезоном два раза в год перед весенне-летним сезоном а потом перед осенне-зимним вот мы сегодня делаем дизайн со страницы номер 37 и чем удобно видите все материалы прописаны так матовый топ надо пересушить хорошо чтобы фольга не прилипла к нему вот в принципе prime хорошо сохнет одну минуту и дальше мы с вами будем работать multiple гель для фольги выкладываете прямо на палитру банка должна быть всегда закрыта всегда все и делаете какой-нибудь рисунок ну мне нравится вот просто поперек какие-то сейчас такие линии грубые делать чем клиенты в принципе готовы с этим ходить видно и ровно 30 секунд 30 секунд суши так что еще хотела сказать а ссылку я вам сейчас пришлю юля ты можешь ссылку прислать на этот гель прям туда в комментарии сейчас я вам ссылку на покупку этого геля пришлю прям сюда в комментарии вот или шоп можно у дистрибьюторов заказать кто работают с дистрибьюторами через менеджеров по работе с салонами красоты через них тоже очень удобно заказывать все и через 30 секунд офигенное качество отпечатывания фольги просто идеально и лучше просто вы не найдете потому что я много делала работы с мультипл гелем показывала что даже стемпинг даже стемпинг можно на этот продукт отпечатывать при такой тонкой толщине это фольга отпечатывается пусть конечно прям не идеально когда как при ручной росписи но даже с пластины когда мы оттиск снимаем он тонкий но клеевая основа мультипл геля настолько сильно что даже на вот этот оттиск от стемпинга фольга отпечатывается роскошно так ну и понятно что потом нужно взять этот же топ и например только перекрыть сам рисунок так а здесь по матовому топу здесь я просушила смотрите матовый две-три минуты желательно пересушить прям а здесь вот мне прикольно понравилось когда прям берете вот так по свободному краю делаете прикольно получается и также 30 секунд здесь будет на видим так кусочком по свободному краю мои ноготочки а я же показывала мастер-классы в прошлом прямом эфире кто в пятницу увидел прямой эфир я работала с этими слайдерами я работала с этими правила только на типсах вот я просто вдохновилась так прямым эфиром то тут же взяла спилила себе маникюр который был до этого сделала коррекцию и сделала черное покрытие и просто рандомно смотрите рандомно наклеила эти наклейки поэтому кто не видел прямой эфир слайдер называется народное искусство такой русский стиль это смешение видите городецкой росписи жестовской росписи и с черным с белым вообще офигенно смотрится так здесь уже у нас просохла как красиво получится сейчас как же красно посмотрите эфир я там и с красным и с оранжевым еще предложила в этом сильно не разбежишься по цветовой гамме иначе будет такой знаете перебор потому что вот это народное искусство его нужно вот с точки зрения покрытия именно маникюра правильно подбирать фон и я предложила только четыре фона пять фонов вернее белый бежевый черный красный оранжевый это максимум все остальные цвета там нужно быть очень осторожными нужно прям чувствовать гамму цветовую чтоб не ошибиться все смотрите как шикарно сушим лево это я тоже проводила эфир во вторник на прошлой неделе я делала такой дольче габана вот кто пропустил посмотрите тоже я прям на себе делала коррекцию одного ноготка и показывала вот этот дизайн на в той неделе был во вторник тоже кто пропустил вот а этот дизайн будет чуть попозже это просто новая пластина у нас выходит в конце августа в сентябре вот я сняла просто мастер классно себе но пока не выкладываю потому что пока рано выкладывать ну что и смотрим смотрите что у нас получилось юль пришли ссылку на этот гель прям в эфир сейчас я вам пришлю ссылку на вот этот гель потому что его тоже мало на остатках поэтому если что-то такое прикольное любите делать купите обязательно потому что например вот этой краски уже нету вот я взяла начала сегодня в инстаграм работать выяснилось что в наличии нет хотя вот я сейчас смотрю я понимаю что мне кстати схили больше понравилось более текстурно видите вот здесь не так сильно текстурно а вот то что я вам показывала мне кажется поинтереснее получилось так материал еще раз гель-лак коричневый витражный гель-лак зеленый витражный на как немножко этих витражей кстати мы их как-то один раз выпустили вот такую маленькую коллекцию мы и больше не пополняли потому что в принципе больше не нужно вот он здесь голубокое озеро вот бирюзовый чем я сейчас работала коричневый гранит тоже коричневый сейчас работала и вот здесь вот красные желтые розовые и синие очень прикольные банки расход маленький только для дизайна я их применяю покрывать просто ногти понятно что ну как бы нет смысла это уже какие-то эффекты нужно создавать а потом ими перекрывать очень прикольные витражные гель-лаки в баночках единственное что меня видите это пробник у меня малыш а так вообще это пятиграммовые баночки вот хватает надолго так сейчас сюда вам ссылку скинут вот скил скинули ссылку на хили гель поэтому кто спрашивал переходите покупайте пока есть наличие всем большое спасибо за внимание всем пока пока